Друзья, всем привет! С вами Антон Воронков и на канале MyAdjecture. Сегодня будет интересная, но очень сложная тема для разговора. И хотелось бы, чтобы вы участвовали потом в комментариях, в обсуждениях тоже принимали участие. Есть ли в России заводы, которые могут производить качественные смазочные материалы? Тема интересная, я думаю, для всех абсолют автолюбителей, которые у нас в нашей стране проживают, ездят на своих авто, даже те, кто покупает импортные масла. Давайте начнем, наверное, с самого интересного, с фактов, с того, с чего обычно многие начинают. Мы начнем, наверное, с самых козырей. Я показал вам за последние два года где-то примерно, не примерно, а 13 заводов по производству смазочных материалов. 14-й завод выйдет у нас на следующей неделе, там будет несколько видео подряд. Очень интересный завод, который находится в Кирово-Чепецке. Для меня это было реально откровением, что в Кирово-Чепецке находится завод, который может выглядеть вот так вот. Ну, посмотрите сами, потом просто не буду интригу разобью, не буду делать спойлеры. В общем, я побывал на многих заводах. На самом деле, я, конечно, был не на 14 заводов, а гораздо на большем количестве. Ну, не на гораздо, вернее, а заводах примерно на 20, плюс-минус. Часть заводов я не снимал, потому что либо не дали разрешения, не было согласовано заранее и так далее. Например, я был на интересующем многих обнистах оргсинтези, на котором производят все продукты, которые продаются на машины, где там окей и так далее. Осинтек и так далее. Мы были на заводе на этом, я посмотрел все абсолютно, склады, производственные циклы, где был, но снимать не дали. Надеюсь, что в будущем, возможно, мы снимем. Некоторые другие заводы интересные тоже я видел, но вам, к сожалению, показать не смог. А показал он я заводов 13. Это тоже достаточно большое количество, и снимал я заводы эти по одной и той же схеме. Приезжаем на завод, снимаем реакторный парк, снимаем парк резервуарного хранения, снимаем производственные циклы, обязательно снимаем лабораторию. И интервью берем у технолога, у главного инженера и специалистов, которые с этим связаны, и маркетологов, возможно, которые там есть, работают и так далее. То есть, стараемся максимально показать вам все циклы, которые происходят на заводе. От того, как выглядит завод, и как у него настроены производственные циклы, и отношение к уровню контроля по качеству и так далее, зависит очень многое. Завод, который может делать качественные материалы, смазочные, видно сразу, понятно, что они могут. Вот этот завод может. Есть заводы, которые сразу нарушают доверие, тоже такие есть, к сожалению, к огромному, не все заводы нарушают доверие. Некоторые есть, которые никуда не годятся. Сегодня мы не будем останавливаться на именах на заводах конкретно. Почему? Я объясню почему. Потому что у меня есть собственное мнение. Так как видео у нас заводов не рекламные, это не реклама завода, это просто констатация фактов, как он выглядит. Поэтому решать только вам. Кто смотрит меня сейчас первый раз или подключился недавно, может быть, не смотрел наше видео, в описании к этому видео я оставлю ссылку на все заводы, которые мы снимали. Это 13 заводов российских, 14, напомню, выйдет на следующей неделе. Я снимал еще заводы в других странах, в разных. Я снимал заводы в Южной Корее, я снимал заводы в Китае, два завода мы снимали, на трех еще я был. То есть на пяти заводах в итоге, в совокупности, в Китае я был. Я снимал заводы в Арабских Эмиратах, был тоже на трех заводах, два снимали, один я не показал вам. Был я на заводах в Турции, тоже мы снимали два завода, и на четырех в итоге я был, два тоже не снимал. И был на заводе еще в Узбекистане тоже, который показали вам. В общем, биография большая достаточно. Помимо этого, у меня есть масса видеоматериалов, заводов, на которых я сам реально не был, но которые мне прислали мои коллеги, друзья, знакомые, которые там побывали. В частности, с завода Северой Бурна, который был в Турции, с завода в Натали, в Финляндии, завод, который находится, делается, не будем называть, какое масло, которое с болибденом, в общем, тоже. И несколько других заводов, в частности, Апско, я вам показывал, завод, который находится тоже в Саудовской Аравии, бывший оксаламобиловский. С заводов, например, мы делали виртуальную экскурсию на заводы Галф Эстер Нойл в Австралии. Сам я не был там реально, но показывали видео завода для меня, и там было много интересного. Или заводы, например, Тексика, Петра Кеннады, который мне Алекс, мой друг, показывал, шкидывал. То есть, заводы я видел, снимал многие, и по материалам, которые мне прислали друзья, это не рекламные видео заводов, они прислали мне видео, которые они сами снимают. Они снимали на заводах, когда там были. То есть, это было в виде такой экскурсии, они снимали. Эти материалы размещать, к сожалению, нельзя, по объективным причинам, потому что, во-первых, это не мои материалы, а во-вторых, эти материалы защищены, могут торговым знаком быть. Поэтому, к сожалению, к огромному интереснейший материал я вам показать не могу, но, тем не менее, я их сам видел. Так что, вот так и так. Я смотрю, когда материалы, которые присылают мне мои друзья, знакомые, если они снимают нормально, если они снимают цикл, как это все выглядит, я сразу вижу, какие парки реакторные, какие резервированные хранения, какие линии стоят, какая лаборатория оснащена, она не оснащена, есть все необходимое, нету. В общем, сразу видно подход по контролю качества, по тому, как завод выглядит, сразу можно сложить мнение о заводе, если ты на них был и сам знаешь, как этот цикл, цикл, цикл должны выглядеть в реальности. Не люблю хвалиться, не, хотя я люблю хвалиться, да, люблю хвалиться, да, и поэтому давайте с фактов отмолочили, заводы многие я посмотрел и вам показал. Итак, про заводы российские. Сразу сделаю прям очень важные акценты, которые нужно сделать сразу, некоторые люди просто в них не въезжают и вообще не понимают, о чем речь. Бренд. Бренд никогда не равно завод. Бренд не равно завод. Есть завод и есть бренд, который он производит. У одного завода может выпускаться на его площадке до там 20, 30, 40 различных брендов. Эти бренды могут делать заказчики, заказывать, вернее, у этого завода просто абсолютно разного качества. Есть одни и те же заводы, я сам их реально знаю, которые выпускают параллельно и самую нишевую low-cost и премиального качества продукты. Самый нижний сегмент и самые премиальные продукты на паомах, на эстерах, на лакерировках, на солиных добавлении, вернее, на пао-базе и так далее. Они параллельно выпускают разные совершенно масла для разных заказчиков под стм под правит лэбов. И такая ситуация достаточно часто встречается. То есть, еще раз внимание, есть завод и есть бренды, которые они выпускают на одном и том же заводе. Они могут быть абсолютно разного качества. Это зависит от цели либо заказчика, либо руководства завода, если оно бренды разделяет. Второе. Блендерный завод и завод полного цикла. Есть, вот вы видели наверняка мои видео, тоже рассказывал, где я про бренды про разные. Есть огромный там завод, например, Эксомобил, есть огромный завод там Эни, просто колоссальных размеров, которые занимают площадь двух, трех, четырех районов городских. Ну, просто гигантские заводы. Я показывал видео недавно, я когда был в Южной Корее, проезжали мимо там Эссоэл, мимо Эскей. Ты просто едешь по часу мимо этих заводов и не знаешь, когда они кончатся, просто колоссальный порядок. А есть заводы, которые занимаются тем, что они блендированием занимаются, то есть делают масла с помощью смешивания, просто моторные масла, при этом не перерабатывая нефть. Они совершенно маленькие. Но, еще раз, ребят, у огромного завода полного цикла, который занимается переработкой нефти, производством огромного количества разных нефтепродуктов там и много-много-много чего связанного с химией, то место, где они производят моторные, трансмиссионные масла, блендируют. Оно, вот по отношению к заводу, блин, я кубики с собой не взял, жалко, да? Просто мизерное. Вот, огромный завод и одна сотая его часть, это то место, где производят моторные масла. Все остальное, все процессы, это связаны процессы именно с переработкой нефти. Это колоссальный, требует размеров, площади. А производство масла просто мизерное. Вот наглядный пример, мы с вами были на заводе Танека, и я вам показывал, что там ездят реально рейсовые автобусы по заводу, потому что, ну, пройти пешком на завод нереальный абсолютно конец в течение рабочего дня. И мы приехали в цех, который производит моторные масла, трансмиссионные. И я так первый раз зашел к нам в цех и подумал, это все, что ли, вот весь цех, как бы, да? Ездили весь день, вот цех. На самом деле, это везде так, и за рубежом так, и на заводах, которые занимаются таким же переработкой нефти где-нибудь в США или в Европе. То же самое абсолютно. То есть, огромнейший завод, колоссальный, а цех, который занимается бледнингом, он вообще просто мизерный. Бледнинг везде одинаков. Что на гигантском нефтеперерабатывающем колоссального размера заводе, что на просто на маленьком заводе, который занимается именно бледнингом конкретно. Везде бледнинг представляет из себя сбор, как из конструктора, из компонентов, из полуфабрикатов готового моторного масла. Никто ничего там дополнительно не выдумывает, просто все очень нелегко. Есть реакторный парк, есть базовое, резервовое базовое хранение масел, где откуда масло поступает в реактор, соответственно, смешивается с пакетами присады, добавляется депресса, добавляется полимер. Это все варится, образно выражаясь, смешивается, бледнится в мешалках специальных и подогреваемых. И после этого получается уже готовый продукт, который после этого идет в лабораторию, контроль качества утверждает, что он соответствует параметрам, в него заложен, и он после этого уже поступает на склады. Везде все абсолютно одинаково. Будь то огромный колоссального размера завод, либо маленькое производство, которое из себя представляет просто гараж 20 на 20 метров. Примерно все одинаковое, просто масштабируется производство, например, есть блендерные заводы, у которых, например, 40 реакторов, есть блендерные заводы, у которых 2 реактора. А по сути дела все то же самое, все, все процессы абсолютно везде одинаковые. Нигде ничего космического сверходинарного нет, поэтому это тоже нужно понимать. Это тоже очень важный момент, который просто многие не оценивают, скажут, а вот он маленький заводик, да, это колоссальный, значит, у колоссального завода огромного должно быть все лучше, чем у маленького. Нет, это не всегда так совершенно, и так это не работает. Третье, и очень немаловажное, это те цели, которые преследуют заводы. Потому что все зависит от цели руководства или от цели тех людей, которые на данном конкретном заводе заказывают свои продукты по собственной торговой марке, либо по правилам по английски. Вот, этого зависит тоже очень многое. Мы с вами не уходим от темы. Для того, чтобы понять всю картину целиком, нужно эти нюансы, эти акценты, которые сейчас я только что перечислил, обязательно учитывать. Это очень важные моменты. Я помню, как у меня переключился мозг после посещения мной, ну там, завода, например, там, 7-го, 8-го, примерно, российского. Когда до всех посещений, до моих поездок я слышал словосочетание, там, российский завод, смазочные материалы, производство, я представлял себе нечто вроде. Такого большого ангара, здорового, обязательно 40-х годов, 36-й год, написано, знаете, как обычно писали, кирпичами так выкладывали. Какие-то грязные полы, грязные станки, беленые стены, люминесцентные лампы, половины которых не работает, моргает и ходят рабочие, так вот вытираются сопли грязным рукавом. Представлялся, что-то в этом духе, потому что, ну вот я заводы раньше видел только такие, где там, я вырос там в деревне у дедушки, там, на фермах эти все эти, вот, цеха, которые делают ремонт, ремонтируют трактора и так далее. Я представлялся, что-то в этом духе. И когда я побывал на нормальном одном заводе, на втором заводе, где все там чисто, все структурировано, классно, все везде, там, порядок везде, и так подумал, блин, слушайте, ну, то ли один научились, то ли что-то, то ли как-то, что-то, я поменялся у меня, короче. Я как-то все-таки перестроился, я понял, что у нас тоже могут, у нас тоже могут сделать хорошо. Но потом все-таки подспудно у меня мысль возникала, то, что, ну, допустим, ладно, все, проехали, у нас хорошо, все там могут сделать. Но все-таки зарубежные заводы наверняка лучше, они лучше оснащены по-любому, у них там летающие роботы, у них там трансформеры везде, там, у них там ходят в белых перчатках, в халатиках, там, в очках, все это делают аккуратненько, все это выглядит космически. Когда я побывал на заводах иностранных, я напомню еще раз, больше, чем 10 уже посетил заводов иностранных по блендингу, вот, и посмотрел видео с заводов, которые мне мои друзья присылали, с, как бы, заводов отнюдь не самых последних, скажем так, ну, вернее, по размерам, вот, а серьезных заводов, которые суперменеджеры принадлежат, как бы, это заводы такие серьезные. Я понял, что заводы по блендингу, в любой стороне мира, они примерно плюс-минус выглядят все одинаково. Если касается именно блендинга конкретно, вот именно завод, который производит непосредственно моторы, трансформационные масла для нас, для потребителей, все выглядит примерно одинаково. По чистоте и по порядку на заводах, та же самая ситуация, я всегда думал, что вот хуже всех должно быть у нас, потому что у нас все там безалаберные, там, что должны все бросать, кидать. Ничего подобного, у нас есть заводы, просто образцово-показательные в этом плане, где абсолютная чистота стерильная. Вы их сами видели, я показывал вам. Вот один завод, последний пример такой, очень реально, я сейчас не буду называть, и вообще заводы сейчас называть не буду по именам принципиально, сами посмотрите. Вот завод, который последний у нас вышел на Дзене видео, к сожалению, на Ютубе не смогли опубликовать его, в силу того, что там, ну, бренд выпускается еще зарубежный, а все-таки выпускается, продолжается в России у нас. Просто посмотрите на Дзене последнее видео, оно в списке тоже есть, и сами поймете, о чем я говорю. Просто, где идеальный абсолютно порядок, где все структурировано, и по-европейски, и прям, ну, даже не верят сразу, что это в России находится все. Вот, поэтому такие заводы, конечно, тоже есть, и абсолютно, неважно, на какой стороне находится завод, все, абсолютно все, на 100% зависит от команды, от того, как подходит производству, и изначально подходили, и подходят в процессе эксплуатации данного завода, руководство. От этого зависит абсолютно все, вкладывает ли она деньги в развитие, заботится ли она о своих работниках, и так далее. Это все прям, как бы, сильно бросается в глаза, когда ты сравниваешь заводы разные. И в России здесь выглядит отлично. Я серьезно абсолютно говорю сейчас, без перевлечения, без всякого, я говорю абсолютно серьезно. Россия в этом плане выглядит отлично. Я вам скажу больше, было два завода за рубежом, которые меня, ну, прямо скажем так, неприятно поразили, как бы, как там относятся к производству, к чистоте, к структурированию и так далее. Это было для меня, ну, реально культурным шоком, потому что они находились в странах достаточно прогрессивных. И мне было очень странно, да, что вот такие страны, с серьезным подходом к бизнесу, к производству, как бы, ну, такие заводы имеют. Думаю, ну, как-то это вообще не похоже на то, что мне думалось раньше. Поэтому еще раз напомню, команда решает все абсолютно. Итак, давайте про технические моменты, про техническое оснащение наших российских заводов. Любой завод, любой точки мира абсолютно, где бы он находился, который занимается бледдингом, выглядит примерно одинаково. Это по оборудованию специальные резервуары для хранения базовых масел, для хранения присадок со стаканами, там, с подъездами и так далее. Это парк реакторный. Реактора, это такие цистерны, по вашему счету, те же самые, только сведу смешалка из подогрева, у которых смешивается с компонентами для производства масел. Это лаборатория обязательно для того, чтобы осуществлять текущий контроль качества и качество готовой продукции, и входящий контроль, и сходящий контроль. И это, собственно говоря, сами линии по розливу непосредственно, и плюс к этому еще логистика, и все. Все заводы структурированы абсолютно одинаково по пленнингу. По оборудованию я показывал вам все российские заводы, и акцентирую внимание на оборудовании обязательно. Какие реактора стоят, какие стоят линии розлива, как устроена лаборатория, из каких аппаратов она состоит. Это из оборудования и так далее. Все эти нюансы мы обязательно рассматривали. Вы сами можете все это еще раз пересмотреть. Сравните с теми заводами, которые я снимал за рубежом. Все оборудование, все реакторные парки, джерновое хранение, труброводы, кто делает смазки, гаммогенизаторы и так далее. Все абсолютно везде плюс-минус одинаковое. Только, ну, есть на разные производители. И, как правило, в России сейчас пока еще превалируют все-таки импортные производители. Тем не менее, как бы там они по качеству те же самые, что используются на заводах и за рубежом. Оборудование на наши заводы российские абсолютно нормально. Денег на это владельцы заводов, как правило, если это грамотный человек, никогда не жалеет. Оборудование стоит все соответствующее мировым стандартам, необходимым для производства качественного продукта. Если вы думаете, что на заводах суперсовременно, супероборудованных, типа там Экселомобиловский завод или Шиловский стоит, суперсовременное оборудование технологичное, которое там меняется каждый год, вы заблуждаетесь основательно в этом. Есть заводы, которые принадлежат Экселомобилу, либо там Шилу древние, которые не переделывались, оборудование не менялось уже там десятилетиями, или там даже, может быть, лет по 20 уже не менялось оборудование. Не везде так, конечно, потому что всегда все они строятся, дополнительно добавляют и так далее. Тем не менее, есть такие варианты тоже. Что касается наших российских больших мастодонтов, наших суперменеджеров, это Лукуил, Газпромнефть и Роснефть, то, к сожалению, к огромному, я не был у них на заводах, потому что им это не нужно показывать свои заводы. Они даже, ну, эти даже просто, внимание, обратите, реклама, какая у нас идет, Резард, там нет Лукуил никакого. Там есть только наши эти немецкие, японские, корейские масла, которые все знают, где что производится. Лукуил, Роснефть, и очень малая реклама, практически ее нет, потому что им это не нужно. Вспомните МИМСы. На МИМСе, вот я сейчас ездил в последние в Москве, там не было ни Лукуил, ни Газпрома, ни Роснефти. Ну, плане именно по маслам. Вот, им это не нужно совершенно. Но, тем не менее, я думаю, все равно, что у них на заводах оснащение, ну, достаточно серьезное, потому что у этих компаний очень много денег. И, конечно же, оборудовать для них цех по блендингу нормально, с нормальным оборудованием. То есть, для них это просто по щелку пальца, и там вообще никаких не составляет труда никакого. Для них это просто копейки, не то что копейки, даже просто ничто абсолютно. Поэтому, в плане остального завода по оборудованию. Поэтому, конечно же, они оснащают лаборатории свои и цех по производству нормально абсолютно. Как и во всем мире. Не хуже и не лучше во всем мире, и в России в том числе. И вы это сами со мной реально видели. Тоже стоит оборудование, что стоит там на заводах в Эксломобиле и так далее. С оборудованием все ровно и понятно. Все нормально. Сырье и компоненты. С этим тяжелее гораздо, потому что после 2040 года от нас ушли многие производители на компонентах. И из сырья которых производились продукты, в том числе и российские. Напомню еще раз, что масло моторно-трансмиссионно состоит из четырех основных элементов по составляющим. Это базовое масло, это пакеты присадок, это полимеры, это депрессоры. В общем, пакеты держали четыре компании. Российских там не было. Среди них это все были компании западные. Так как они от нас ушли, с этим сейчас проблема. Кто смог, возит их пакеты параллельно. Потому что на их пакетах работать просто, легко. Все привыкли, как с ними работать. Их сложности не составляет вообще абсолютно. Кто не смог это сделать, возит либо переупакованные эти же пакеты через Азию, либо берет азиатские пакеты у китайцев в основной массе. Вот пакеты китайские есть хорошие, есть плохие, разные. Тут нужно понимать один нюанс. Сейчас все очень сильно зависит от линии руководства завода. И от ее умения доставать необходимые компоненты. Если они умеют доставать компоненты, то, соответственно, они сейчас нашли способы и возят хорошие классные компоненты для собственного производства. Так на самом деле многие делают. Параллелит очень много. Есть компании, которые в общем-то работают в тех же самых пакетах, продолжают, как работали раньше. Просто они называют сейчас по-другому. Некоторые перешли на Китай, что тоже не страшно. Я об этом тоже многократно рассказывал. И китайские производители научились давно делать пакеты нормальные. Просто они их не могут сертифицировать, не по АСЭА. Но это уже вопрос другой совершенно. Вот полимеры с ними проще все. И так их всегда использовали половины китайские депрессоры тоже. Поэтому с этим проблем особых нет. По ПАОМам худо-бедно тоже возится, параллелится кое-что. Сейчас из Китая многое везется. Я про ТАИФ сейчас, наверное, не буду упоминать про ПАОМ, потому что ими пользуются не так много на самом деле людей. Да, у них и производство не позволяет делать прям массово. То, что они делают, их расхватывает быстро. И поэтому там тоже с ними ситуация неоднозначная. Поэтому по сырью, по сырью до 2022 года не было вопросов вообще. То есть вообще не было вопросов. Было то же самое абсолютно, что и с зарубежными маслами компоненты использовались те же самые абсолютно. Те же самые. Кроме баз, но базы российские, они не хуже, чем иностранные базы. Не скажу, что они лучше, чем иностранные базы, но не хуже. То есть есть, конечно же, базы, которые уделывают российские базы по состоянию, по частоте, вернее, по многим параметрам, по изкостным характеристикам. Но львиная доля тех, которые используются чаще всего, трешки, они примерно одинаковые, плюс-минус. Поэтому сырьем эта тема сложная, больная. Кто нашел способы хорошо, респектом, кто не нашел. Но, к сожалению, такая ситуация есть. Третье. И самое-самое-самое-самое больное. А это персонал. С персоналом сейчас беда, это, прямо скажем так, мягко выражаясь, беда. Это просто какой-то коллапс на самом деле с персоналом. С персоналом все плохо очень. Очень плохо. И сейчас хорошие специалисты, они просто, вот просто, как их разбирают, знаете, как горячие пирожки. Переманивают там от одного к другому и так далее. Потому что хороший специалист, он всегда навязывает золото. Но это всегда было так, не только после 22-го года стало. Тем не менее, сейчас с специалистами тяжело ситуации. И не только, что касается, там, классных специалистов, лаборантов, технологов и так далее. А что касается и простых работяг, с работягами тяжело на заводах. Никто не хочет идти работать на заводы. Сейчас это большая-большая проблема. Вот поэтому приходится увеличивать зарплату, что сказывает, в свою очередь, на стоимость продукта и так далее. Вот. Но, тем не менее, как бы, пока заводы не останавливаются из-за этого, что нет работников. Но, тем не менее, это колоссальная глобальная проблема. Проблема еще, которая началась давно. Никто не растил кадры. Вот в этой теме, в теме по производству посматривающих материалов, никто не взращивал целенаправленно, семейственно кадры. Не было у нас такого, прям, массового, повального образования и людей, которые стремились получить такое образование специально-техническое. В производстве посматривающих материалов. Поэтому, либо самородки, либо самоводчики. Вот. Либо люди, которые просто этим болеют и научились постепенно. Ну, вот как-то так. Ситуация с этим тоже неравномерная. Но, и не только у нас в России, на самом деле, везде проблемы с кадрами. И везде специалистов, сколько классных, переманивают от одного к другому. Вот. Про стандарты производственные и про подход к производству в принципе. Еще раз. Скажу еще раз. Это очень важно. Это четвертая составляющая, очень важная. Еще раз. Все зависит от конкретного руководства на заводе. Все. Вот абсолютно все зависит от того, как руководство подходит к своему собственному детищу. Если они нацелены на структурирование и правильный подход, правильно построенную цепочку, все будет четко, все будет чисто, все будет ровно, все будет классно, все будет прям идеально выглядеть. А если руководство откровенно токует, то, соответственно, как бы завод выглядит соответствующе. Вот руководство забивает на все, соответственно, ниже по типочке, по иерархической люди тоже забивает то, что руководство забивает. И все. Вот скатывается просто в шарашки на контору. Такие тоже на самом деле есть. Но к чести нужно сказать, что таких очень, очень мало в процентном отношении в России прям мизер. Все нюансы мы обсудили. Еще раз, ребят, мы сейчас с вами говорили обо всем отстраненно. Но заходите в описание к этому видео, выбирайте интересующее для себя предприятие, смотрите и, соответственно, логически просто начинаете думать, постепенно рассуждать и принимать решения, уже основываясь на конкретных фактах, которые вы сами увидите собственными глазами. Люди. За последние два года я встречался на заводах, на наших, российских, с таким количеством грамотных, увлеченных своим делом людей, вы даже себе представить не можете, с фанатами своего дела, с людьми, которые в этом не просто разбираются, а которые этим живут. Я много для себя подчеркнул, конечно, и был всегда, всегда, каждый раз приятно удивлен тому, как люди относятся, некоторые, к своей работе. Это действительно фанаты своего дела, они этим болеют. И мне прям вот, ну, без приручения, я сейчас не без сарказма до всякого абсолютно говорю, мне было чрезвычайно приятно с ними общаться, чрезвычайно. С некоторыми поддерживаем отношениями, общаемся и так далее. Люди, которые профессионально относятся ко всему, профессионально и ответственно относятся ко всему. То же самое касается некоторых руководителей заводов. Видно по человеку, когда он завод бояет, когда он хочет сделать все для того, чтобы его детище, то, чем он управляет, работало как часы и работало правильно на пользу людей, а не для того, чтобы просто бабла срубить. Такие люди тоже, их видно сразу, они отличаются просто от людей, которые хотят просто тупо срубить бабла и которым на все похуй. И прям это, как бы, мне приятно было. Есть такие люди в России, есть. Резюмерное, все вышесказанное. У нас в России есть заводы, однозначно. Я уже не говорю про суперменеджеров наших, большую тройку, те, понятно, что могут сделать. А есть заводы блендинговые, которые могут сделать при желании, еще раз, при желании руководства и команды сделать качественные смазочные материалы. Про съемки заводы и материалы. Все заводы в России и за рубежом, которые я снимал, я снимал за свой счет. Если у вас завод, если вы имеете отношение к заводу, который производит смазочные материалы, фильтрующие элементы, химию автомобильную и так далее, все, что связано с этой тематикой, приглашайте. Я приезжаю на ваш завод, я трачу деньги сам на перелеты, проживание, питание. От вас требуется только трансфер от аэропорта, от города, вернее, куда я прилетаю, до завода и обратно. И все. Локация, где мы будем снимать, и люди, которые будут давать интервью. А это лучше люди, которые имеют к этому отношение, непосредственно технологи, инженер и так далее. Все, я приезжаю, снимаю материал, после этого размещаю на своих источниках. Вы можете размещать его там, где вам душа заблагорастудится. Я этого не препятствую. Потому что мне это интересно пока что. Я к этому пока не переговорил, я это делаю. Когда люди слышат, что я делаю это бесплатно, просто приезжаю на завод, трачу свои деньги, они крутят пальцем на виска, либо говорят, типа, а что здесь, какой подвох-то, что здесь не так? Ты ездишь, я ездил свой счет. Давай, рассказывай сказки. В общем, люди не верят. И это, конечно, забавно, с одной стороны. С другой стороны, да, вот так у нас встроено. Человек наш с вами, соотечественник. В общем, сегодня, надеюсь, все разобрались с этой ситуацией. Я хотел вызвать вас на обратную связь. Пишите, что вы об этом думаете сами. Потому что масла срача много по этой теме. Но больше все оперируют просто каким-то абстрактным понятием. У нас есть еще много форумов, которые тематически по этой теме посвящены. На которых обсуждается все, что угодно, кроме реальных фактов. Ни заводы, ни то, что из чего они делают. Просто какие-то там слухи, мифы, легенды, мнения якобы, да кабы, там, да, во рту просли грибы. С вами Антон Воронков. Вы на канале MyJT.RU. Подпишите, пожалуйста, ставьте лайки, нажмите колокольчик. И напомню еще раз, что все наши видео ходят на всех площадках российских. В том числе это Routube, Zenvo, K-Drive2. И видео с завода, которое я вам обещал, с Кира Чепецкого, выйдет на следующей неделе. Так что не пропускайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok